Минус 14. Сегодня стало известно о новой чистке в рядах подмосковных прокуроров. По итогам переаттестации сразу 14 сотрудников ведомства лишились работы. Причем большая часть этого списка фигуранты печально известного игорного дела. Один из 14, бывший заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко, сейчас он находится в Польше и ждет экстрадиции в Россию. В официальной версии увольнения игорное дело не значится. Правда, сам глава подмосковной прокуратуры Александр Аникин, объявляя о чистках, все-таки заметил. Этот скандал стал сильнейшим ударом по ведомству за последние годы и доверие к прокуратуре сильно упало. Тем не менее, основные фигуранты дела до сих пор не осуждены. Возможно, происходит это в том числе из-за известного соперничества Генеральной прокуратуры и Следственного комитета ведомства Юрия Чайки не сдает своих сотрудников. И в Следственном комитете считают, и не раз заявляли, что Игнатенко до сих пор в Польше и не экстрадирован в Россию, потому что в Генпрокуратуре будто бы не хотят, чтобы он давал показания против своих бывших коллег, фигурантов игорного дела, среди которых поначалу называли и сына Юрия Чайки. Обсужден все это с гостем. С нами студия председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Как считаете, вот эти увольнения, это такая точка в этой истории? И можно считать заодно, что с прокуратурой в рядах подмосковных прокуратур, с коррупцией в рядах подмосковных прокуратур покончены? Нет, с коррупцией, конечно, не покончено, потому что коррупция пока вечное явление и часть системы государственного управления. А вот история с прокурорами, да, это такое, как у Булгакова, у Булгакова, сколько-то марш. Да, постепенно напряженность спала, генеральной прокуратуре стало понятно, что нужны какие-то действия, да, вот мы сами. Мы вот не по указанию Следственного комитета, да, вот мы сами решили, да, провести проверку. Вот теперь мы вот, мы не сдаем своих, мы просто их увольняем, да. История, конечно, с Игнатенко, она может дать новый виток, но я думаю, что этот виток будет в том случае, Игнатенко даст показания в Польше. А если Игнатенко в России, он вообще никаких показаний не даст, поскольку вот те утечки, которые уже произошли, они дают нам основания говорить не только о наличии каких-то плохих дядек в форме прокуроров, но там у нас прозвучали уже и как бы не совсем хорошие люди в форме Федеральной службы безопасности больших погон, да, и следствия, сказать, все это перепутано. На самом деле, это представители такого бизнеса. Им без разницы, в каком ведомстве они служат. Они сегодня дружат из РАДФ по одной теме бизнес, а завтра они воюют по этой теме. И здесь нет ничего удивительного, поскольку коррупционное поле, оно, и как и бюрократия наша, оно такое у нас имеет специфику силового. Да, вот силовики везде. Уголовные дела сопровождаются в судах сотрудниками ФСБ. Оперативное сопровождение уголовного дела. Ну, это же нонсенс, да, но он есть. Да, и некие прокуроры, то есть как бы, ну вот есть такие участники, у нас скрытые участники в процессе. А прокуроры воюют с Следственным комитетом, но я не сказал, что это некая в таком хорошем смысле война, да. Это тоже есть такие кукловоды, есть люди, которые сливают всю эту информацию, да. И когда на переговорах у президента, седгеральный прокурор и руководитель Следственного комитета, такое впечатление, что вот стоит третий стул, и на нем независимо присутствует тот, кто играет во всю эту игру, да. Поэтому надо понимать, что это, на самом деле, такая, наверное, позорная страница в истории наших спецслужб и правоохранительных органов. Я думаю, что она не последняя, но эта страница, я думаю, что вот в настоящий момент ее перевернули. А все-таки, вот Игнатенко, например, ведь история с ним, ну, такое ощущение только начинается. Я еще раз говорю, что господин Игнатенко, его судьба сейчас в руках польского правосудия. А польское правосудие и польские спецслужбы тоже имеют, как бы, заинтересованность, причем не только они, а их западные коллеги в некой информации. Если информация будет серьезной, то Министерство юстиции, хотят сказать, в Соединенных Штатах, Польши, да, они, возможно, сочтут необоснованные выводы для выдачи Игнатенко. И не выдадут его. И не выдадут его. И не выдадут его, да. А что тогда с ним будет? Убежище политическое? Ну, дело в том, что защита Игнатенко уже сейчас говорит о том, что здесь у нас, он жертва коррупции. Вы знаете, очень интересно, кстати, у нас кто уезжает из страны, кто участник коррупционных процессов, они тоже заявляют, что они жертва коррупции. Там один из мэров с супругой, жертва коррупции. А бывший депутат Государственной Думы, который уехал в Штаты, жертва коррупции. Господин Игнатенко, ну, тоже жертва коррупции. Естественно, жертва. Потому что, когда ты в этом играешь, ты бенефицар. Когда тебя выбрасывают, ты жертва. Это, как в свое время говорили, не играй с мошенниками. Не садитесь играть в карты с мошенниками. И лучше вообще не садитесь играть в карты. Ты можешь стать жертвой. Но вот в этой ситуации, если господин Игнатенко заговорит, и были попытки его показать осведомленность полную, были определенные сливы, звучали фамилии. А если господин Игнатенко владеет, в том числе, и хорошо информацией с щитами, с компаниями, вот тогда он будет интересен. Если он просто будет говорить, что вот тот негодяй, тот негодяй, тот негодяй, это все знают, в принципе. Достаточно по должностям посмотреть. То, скорее всего, выдадут. Здесь он замолчит. Ну, потому что не в его пользу говорить, поскольку не в его пользу говорить разговоры. В тюрьме может случиться всякое. Да, ну, мало ли там. В этом деле же уже есть погибшие. Вы знаете, вот я вспоминаю дело «Трех китов», в котором мы вместе с Русланом Товарищем, с покойным Юрочем Качехиным, мы начинали это дело разбираться. Я всегда говорю так, что в зависимости от разворота дела, на кого оно повернется, количество трупов может увеличиться, либо уменьшаться. Вот если неправильный вектор разворачивается по делу, то может, чтобы кто-то замолчал, и их начинает вырубать, выключать. Поэтому дело тоже, я так понимаю, что есть определенные люди в погонах, которые еще никто никуда не уехал, продолжают защищать государственные интересы, ну, и немножко свои тоже. Поэтому у них есть возможности защитить и то, и другое. Вот так красиво описали, как обстоят дела в силовых структурах. Ну, скажем так, возможно ли вообще говорить о том, что между Следственным комитетом и Генпрокуратурой существует некое соперничество, о котором столько писали и постоянно говорят? Или это такая синергия, да, во всех смыслах? Где-то соперничество, где-то сотрудничество. Вот эта ошибка в терминах. Вот есть Следственный комитет, есть Генеральная прокуратура. Там, возможно, есть нормальная соперничество к любыми службами, правоохранительными органами. Именно как службами. Но между людьми, которые завязаны в определенных отношениях, всегда могут быть конфликты. Могут быть бизнес-отношения. Ведь что такое административный ресурс? Административный ресурс – это не просто ресурс, направляемый на реализацию властных полномочий, да, как учили. Это, в том числе, орудие добывания пропитания. Чем больше административного ресурса, тем больше возможностей для некоторых, не для всех, но для большинства. Тем больше возможностей заработать денежку. А как известно из классического детского произведения, золота, по их мнению, никогда не бывает много. Поэтому ресурсов, желательно, побольше. И вот эти перестановки, кадровые войны, сбор компроматов на детей. Когда президент сказал, он сказал совершенно правильную вещь. Когда он сказал, что хватит разыгрывать карту родственников, детей, да. Но если же есть что-то, давайте при обвинении сажайте. Хватит выбрасывать этот компромат. Так, кстати, одного генерала ФСБ из-за этого, за сброс компромата и сняли. Да, недавно. Тоже связаны с этим скандалом. Но там все тихо, потому что там ФСБ. Если попытаться посмотреть немножко вперед на несколько месяцев всего, и попытаться предположить, какой вектор, да, может принять вот это дело, я имею в виду подмосковную прокуратуру и горное дело. Вот пройдут президентские выборы. Извините, я вот честно могу сказать, я вот в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, я бы не стал замахиваться на несколько месяцев вперед. Потому что вообще не знаю, какие дикла будут и что будет происходить. Ну, подожди, вы же еще вопрос не дослушали. Может, вам понравится, вы знаете ответ. Или хотя бы можете предположить, да, естественно, что вы не знаете точно, я думаю, что никто не знает пока точно. А какова может быть судьба Юрия Чайки после президентских выборов? Потому что много говорилось о том, что вот он был один из кандидатов на то, чтобы как-то изменить свою нынешнюю ситуацию, служебное положение, скажем так. Да вы знаете, на самом деле может произойти следующее, что большая часть людей изменит свое служебное положение. И вообще, по большому счету, моя позиция, которую я говорил давно, я говорил об этом с президентом, что вообще людей, которые ответственны за ту коррупционную ситуацию, которая сегодня есть в России, ну, как менеджеров хотя бы, просто как менеджеров, я не говорю, что их обвинять, их надо просто убирать. Ну, ребят, ну как можно говорить о том, что давайте мы будем бороться, по-новому бороться с теми же самыми лицами, да? Ну, это глупость. Если человек не справился, то в нормальной системе ему говорят, ну, хорошо, в лучшем случае, спасибо за подбитые танки, вот тебе орден, значит, иди куда-нибудь... Ну, когда их продвигают по вертикали, сначала человек заведовал кадрами, потом заведовал борьбой с наркотиками. Ну, кадровая политика провалена, правильно, если у нас такая коррупция? Да, значит, давайте провалим еще борьбу с наркотиками. А вы нынешнему президенту говорили или предыдущему, скажем так? Нынешнему, да, потому что это советы нынешнего президента. Спасибо. С нами в студии был представитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...